Говорите эту фразу себе каждый день, вы удивитесь переменам в жизни. Она позволит преодолеть любые трудности, в том числе и болезни, наполнит жизненной силой и энергией. Знаменитый тяжелоатлет о том, как изменить свою жизнь и пройти путь исцеления. Олимпийский чемпион и тяжелоатлет Юрий Власов был самым сильным человеком на планете. Он удивлял своими рекордами по поднятию штанги. Ему рукоплескал Рим, когда он одержал победу на Олимпийских играх в 1960 году, а для Арнольда Шварценеггера он был непревзойденным кумиром. Но в 35 лет жизнь Власова перевернулась. Из мощного богатыря он превратился в немощного старика, который не способен был поднять больше пяти килограмм, и отойти от дома всего лишь на 300 метров. Что случилось с легендарным штангистом в очках? Как ему удалось преодолеть множество недугов и снова вернуться к полноценной жизни? Давайте вспомним о победоносном пути тяжелоатлета. Родился Юрий Власов в 1935 году в Макеевке. В 1953 году закончил Суворовское училище в Саратове. И уже тогда его спортивные достижения были весьма заметны. Он имел второй взрослый разряд по легкой атлетике, приседал со штангой весом в 200 килограмм по 8 раз. Но свои тренировки будущий чемпион считал не более чем любительской физкультурой. О большом спорте он не помышлял. По окончании училища он поступает в военно-воздушную инженерную академию, которую в 1959 году успешно заканчивает. Во время обучения в академии Власов все же выбирает спортивную карьеру. Он активно тренируется и уже в 1957 становится мастером спорта. Участие в чемпионатах и олимпиадах неизменно завершается победами и рекордами, в том числе и мировыми. Но после второго места на Токийской олимпиаде в 1964 году Юрий Власов принимает решение о завершении звездного десятилетия спортивной карьеры. Теперь давайте вспомним о том, к чему это привело. Разрушенное здоровье. После ухода из большого спорта рекордсмен начинает вплотную заниматься писательством. По признанию дочери Власова он всегда хотел быть писателем больше, чем спортсменом. Но организм сильного человека словно стал мстить за изнурительные тренировки, с которыми он приходил к победоносным результатам в течение десяти лет. Однажды на лыжной прогулке Юрий Власов проваливается под лед. Помощи ждать было неоткуда, и спортсмену пришлось выбираться самому. При 20-ти градусном морозе он пробыл в промокшей одежде на улице целый час. После этого свалился с простудой, за ней еще одна и еще. Врачи недоумевающе разводили руками. Организм тяжелоатлета, совсем еще молодой, на тот момент Юрию было 35, не справлялся. Сам атлет рассказывал. «Моя 35-я зима оказалась для меня самой тяжелой и грустной. Я стал немощным и разваливался по всем направлениям. Меня мучили сильные головные боли, одышка, боли в суставах и позвоночнике. Я почти не мог есть и исхудал так, что потерял обручальное кольцо. Лекарства приносили облегчение лишь на время, потом все повторялось, а боли становились все изощренней». Медицина оказалась бессильно помочь. Врачи советовали родным готовиться к худшему, поскольку способов лечения они не видели. Но сам Власов, обессиленный и постоянно страдающий, от головной боли даже не думал сдаваться. Он читает описания жизней великих людей, которым пришлось пройти сквозь множество преград, лишений и трудностей, через преодоление себя, чтобы наконец стать победителями по жизни. Особенно его поразили автобиография протопопа Аввакума и судьба циркача Торама, которая была похожа на его собственную. После тяжелого ранения от него отказались врачи и артисту пришлось справляться с проблемами самому. Он исцелил себя с помощью самовнушения, постоянно повторяя «ты должен жить, ты не умрешь, тебе не больно». Итак, давайте перейдем к самому важному и узнаем, какая дорога привела Юрия Петровича к исцелению. Изучая биографии сильных личностей, Власов понял, что физическое здоровье напрямую зависит от психологического настроя, от мыслей, которые допускает человек в свою жизнь. Мысли влияют на наши физиологические системы, человек заболевает в большинстве случаев под влиянием определенного душевного состояния, которое становится доминирующим. В итоге неизбежно и расстройство организма. Когда я это понял, меня охватила лихорадочная радость. Теперь уже не играет роли, чем я болею, этот отпор универсален, он выведет мой организм из тупика. Юрий Власов приступил к тренировкам, но не силовым, на это его организм был в то время не способен. Он начал ежедневно тренировать свои мысли, внушая себе «Я здоров». Спортсмен рассказывал «Каждый день я занимался развитием силы воли и веры в свое выздоровление. Испытывая дикую боль, я внушал себе мысль «Я буду жить дальше, боли я не чувствую». Вскоре недуги стали уходить. Чемпион вновь настроился на победу, теперь уже над своим организмом. Он решил во что бы то ни стало очистить свой организм от ядов, которыми он считал лекарства, прописанные медиками. Начал постепенно снижать дозы, чтобы через месяц-полтора обходиться без них совсем. И при этом оставаться в движении, хотя бы самым небольшом, но с каждым разом увеличивать время, отводимое на двигательную активность. Описывая в своих книгах стремление полностью излечиться и оздоровить организм, он писал «Не поддаваться неудачам. Любые срывы, любые болезненные явления рассматривать как временные. Другого пути к выздоровлению нет. Я не сомневался в успехе, не допускал иного исхода. А это и есть то самое бехтеревское страстное, могучее и безоглядное убеждение, которое стирает прежнюю связь в мозгу». Когда мысли стали двигаться в правильном направлении, Власов убедился, что возможно справиться со своими недугами самостоятельно. Следующим шагом на пути к исцелению стали тренировки. Они были абсолютно не похожи на те, которыми он себя изнурял во время занятий профессиональным спортом. Поскольку организм был настолько ослаблен, что максимальный вес, который он мог поднять, составлял всего 5 килограмм. Начинать пришлось с обычных выходов из дома. В сопровождении родных Юрий выходил к подъезду, и сил хватало лишь на то, чтобы постоять рядом с домом несколько минут. Возвращался домой настолько уставшим, что вся одежда пропитывалась потом. Но и снять сразу он ее не мог, поскольку мог подхватить простуду от малейшего переохлаждения. Ежедневные прогулки продолжались, и со временем Власов увеличил свой маршрут сначала до 300 метров, а потом отходил от дома все дальше и дальше. И во время этих прогулок он продолжал неустанно повторять «Я все верну, и силу, и энергию». Долгие усилия не прошли даром. Власов вернулся в прежнюю форму, набрал вес, избавился от постоянных болей и обрел силу. Причем не только в мышцах, но и силу духа, которая помогла ему больше, чем физические упражнения. Во время периода исцеления Юрий Власов много писал, в том числе и о том, как ему удалось добиться выздоровления. Он рассказал о придуманных им самим правилах лечения. Управлять своим настроением, избавиться от скверных чувств, отравляющих жизнь, изменить характер. Заниматься самовнушением, чтобы излечить сосуды, мысленно представляя их физиологическую картину. Не допускать разочарования, если случаются срывы, а продолжать идти своим путем. Ирина Власова в интервью «Экспресс-газете» рассказывала, «Знаете, был период, когда папа умирал. Врачи предупреждали, готовьтесь к худшему. Но жесточайшей дисциплиной, тренировками и правильным питанием отец смог вернуться в форму. Он говорил, что современный человек съедает такое количество еды, которое требуется, чтобы каждый день пробегать марафон. Но мы этого не делаем, и все это остается невостребованным». Период реабилитации затянулся более чем на 10 лет, однако результаты были невероятными. Выносливость Власова была намного большей, чем в молодые годы. Когда ему исполнилось 70, он поразил всех жимом лежа 185-килограммовой штанги. Юрий Власов совершил невозможное. Он одержал великую победу, и произошло это совсем не на Олимпиаде. Преодолев казалось невозможное, он вернулся к здоровой и активной жизни без помощи лекарств и операций, а только благодаря упорному желанию жить. Он верил в свои силы и подтверждал это постоянными тренировками, позитивным мышлением и оптимистичным настроем. Американец Боб Гоффман, известный тренер тяжелоатлетов, сказала Власове, «Ты родился, чтобы помочь человеку познать самого себя, поверить в то, что у всех нас есть бесконечный запас сил, что каждый из нас способен творить чудеса». Друзья, если вам откликнулась эта вдохновляющая история сильного духом человека, то дайте нам об этом знать. Не забывайте делиться ей с друзьями и знакомыми, чтобы каждый мог использовать силу мысли для того, чтобы наполнить жизнь удивительными переменами. Ну а мы желаем вам крепкого здоровья и отличного настроения.